Всем известно, что вы большой болельщик. Понятно, переживаете сборную России. Хотелось бы услышать, что вы, может быть, еще за кого-то переживаете. Нет, я не переживаю. Я считаю, что нам ловить нечего на этом чемпионате. Я буду рад, если мы выйдем из группы, в чем я сомневаюсь. Если мы завоюем одно из мест, это будет чудо. Но мне симпатичны Голландия и Чири. Какой-то удивительный футбол, который зажигает всех. А вот это такая академическая игра. Нашей команды англичан, испанцев не произвела впечатление. А давайте перейдем к вашему визиту в Минск. Вы гость нечастый здесь? Хотя понятно, что желанный. Каким нашли Минск в этот раз? Что-нибудь запомнили? Да, но всегда контраст потрясающий. После реклам, грязи, надписей на заборах, суеты. И здесь я приехал как раз после дождя. Такое ощущение, что город свежий, вымытый, чистый. Не только внешне, но и внутренне. Это очень радует, что есть место, куда можно... Там, где чисто и светло, есть такой рассказ о Хенгуэе. Вот у вас чисто и светло. Это радует, что вы сумели сохранить какую-то трогательную душевную чистоту. Отовсюду сейчас только и слышится. Боярский стал не только заядлым курильщиком, но и заядлым семьянином. Я и был им. Но почему-то с куримом... Мне звонит вся страна, как только какие-то репрессии по отношению к курильщикам возникают. Все звонят. Я даже в конце всех звонков говорю, я бросил курить. Больше не звоните. Я больше не курю. Я готов бросить курить. Потому что... Как вы относитесь? Как вы... Сначала я всерьез, потом шутил, потом изобретал что-то. Но кончилось с тем, что я бросил курить, прошу, мне больше не... У вас уже говорят, едва ли как не о лидере табачного движения в России. Это вымысел? Да нет, меня пригласили. По наивности я согласился. На мне сделали пиар табачники. Больше я с ними не дружу. Я буду курить продолжать, но там, где можно. Я против того, чтобы люди курили. Против. Но за то, чтобы дали докурить. Да вот как объяснить? Люди годами, десятилетиями добиваются признания, кладут на это здоровье, душу. Потом добиваются, и вдруг от этого становится им грустно. Вам было грустно от того, что все так быстро случилось и, в общем-то, все? Прекрашное до тех пор остается прекрасным, пока ты не обладаешь им. Это касается всего с ударами. Подчеркиваю, что... Как только ты что-то добиваешься, как это тебя тяготит и становится ненужным. Это касается материального благосостояния, ненужных вещей, лишнего избытка. На лишнее можно купить только лишнее. И это порабощает человека. Студенческая молодость в самые счастливые времена. Когда у тебя есть три рубля, на них можно купить бутылку вина, три пирожка, билет на электричку и уехать за город с любимой девушкой. Все, больше ничего не нужно. Потом начинается... Сажаешь дерево, рожаешь ребенка, строишь дом. Дом никому не нужен оказался. Кроме детей, в общем, дерево не обязательно сажать, все равно сломают. А вот что касается детей, это единственное, ради чего в конце концов понимаешь, что стоит жить. Это действительно так. Так, а что касается известности, я очень заведую тем, кто вообще не появляется на телевизионных экранах. Это такие мудрые, умные люди, которые знают и себе цену, и знают, что ценить нужно зрителя, не давать им возможности, иронизировать над собой, своими неудачными ролями, над неудачными передачами. Я их ценю больше всех. Вот, я долгое время работал с Алисой Бруйнов-Рейнлих в театре Ленинсовета. Никогда на них не появлялся каких-то плохих передач, или дешевых интервью не давал никогда. Очень умеет выбирать и любить зрителя. Нужно уметь толково жить в миру, когда ты публичный человек. Это очень такая пикантная вещь. Что ж, тем более спасибо, что вы для первого белорусского канала нашли немного времени. Увы, через пять часов я уезжаю, улетаю. Да, так что... Приезжай сюда по часу. Зато еще можно футбол посмотреть.